Зима – это одновременно красивое и опасное время года. Поэтому нужно смотреть не только под ноги, где подстерегает гололёд, но и вверх, где затаились сосульки. Свалившаяся на голову сосулька опаснее камня, упавшего с той же высоты. По сути дела – это меч, острый, твёрдый предмет, как клинок. Учитывая, что сосулька имеет острые края, это ведёт к открытому характеру травм, повреждению кожных покровов, а также костей и основания черепа, утверждают медики. У нас очень хорошее население, люди хорошие у нас. Вот, например, получилась такая травма. Поднимают на руки, сажают его прямо в машину и отправляют в больницу. Этого нельзя делать. Пока скорая помощь придёт, этого человека надо уложить. Мы же не знаем, что с ним, с его позвоночника. 78% наших людей сами доставляют на машинах. А в Москве и в Ленинграде наоборот. 20% доставляются на машинах, 78% доставляются скорой помощи. Там уже научные населения, они знают, что нельзя сажать, сразу посылать в больницу. Надо подождать, пока скорая помощь подойдёт. И вот сейчас зимний период, ещё месяц, февраль-март месяц. Вверх посмотрите, если вы ходите перед большими домами, посмотрите, наверху сосульки есть или нет, в конце концов. Наверх посмотрел, есть сосульки. Ну, отойди от этого тротуара, по другое место ходи. И под ноги смотрите, когда идёт скользко. Действительно, основные бабушки, дедушки наши, у них же остеопороз, у них слабые кости, как скорлупа. Сейчас, в последнее время, с нарушением нашей экологии, радиацией, увеличением, кости стали хрупкими, население. Они ломаются быстро. Поэтому, чтобы не упали, надо ходить осторожно. Ежегодно в зимний период фиксируются случаи падения на людей-сосулек с увечьями. Подобные случаи, к сожалению, происходят там, где собственники зданий, сооружений не следят за состоянием крыш, не производят своевременную чистку карнизов от льда и снега. Одну из жителей Схасавюрта в результате обвалившегося на неё снега с крыши многоквартирного дома госпитализировали в центральную городскую больницу, где на сегодняшний день ей оказывают медицинскую помощь. Сегодня третий день. Я утром встала, хотела по своим делам идти. А потом смотрю, из окна вот такой льдина падает, первого этажа. Я живу в секциях. А потом, я думаю, оттуда вот дети уходят в садик, в школу. Люди через мою подоконник ходят. А я думаю, если детям, людям упадёт, разобьётся. Вышла я бы, взяла палку и стукнула. Оно как бабахнуло на меня. Упало. Хорошо, что вот такой кусок. А если это всё упало бы, конечно, я и не выжила бы. Я лежала там на снегу без памяти. А потом проснула, смотрю, я что делаю тут. И лежу на снегу. Потом в себя немножко пришла. Потом оделась чуть-чуть. И давай бегом в поликлинику, чтобы меня обезболившись делают и привязку делать. А потом они тоже помогли мне. Они сказали, что травматологии надо. Вот лежу. Очень даже хорошо лечат. Очень даже внимательные врачи. Спасибо всем медсёстрам. Всем, всем, всем. Управление гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по городу Хасавюрт рекомендует населению соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к стенам зданий. При выходе из здания обращать внимание на скопление снежных масс, наледей и сосулек на крышах. Ведущий специалист по связям со СМИ Асиат Рабаданова рассказала, с чем им приходилось сталкиваться за время работы в этом зимнем периоде. И как следует вести себя, если на пути у вас есть преграда в виде наледи. В зимний период становится особенно актуальна тема сосулек. Часто к нам поступают сообщения с просьбой, чтобы сбить огромные сосульки с крыш домов, учреждений и каких-то социально значимых объектов. По этому поводу мы даем рекомендации населению о том, что нужно беречься во время прохождения по тротуару, обращать внимание на крыши зданий, под которыми им нужно проходить, висят ли там сосульки. Также такая рекомендация, если вдруг какой-то шум услышали, не нужно останавливаться, смотреть наверх и рассматривать, что там произошло. Нужно постараться поскорее отойти от этого или прижаться к зданию, чтобы ледяная глыба, которая движется с крыши, не задела человека, проходящего под ней. Что касается того, что очень много обращений к нам по поводу того, чтобы спасатели управления выехали на место и устранили ледяные глыбы с крыш многоквартирных домов или частных каких-то учреждений. По этому поводу мы даем населению такое разъяснение, что устранением глыб на многоквартирных домах должна заниматься управляющая компания. Чаще всего сосульки образуются над водостоками. Именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны. Спасатели МЧС настоятельно рекомендуют, если вы увидели снежные карнизы сосульки, свисающие с крыш домов, позвонить и сообщить соответствующие службы во избежание каких-либо чрезвычайных ситуаций. При возникновении несчастного случая необходимо позвонить в единую диспетчерскую службу 112.